Война. День 395. Ситуация на фронтах. Украинский генштаб опубликовал видео прошлогодней атаки на российские большие десантные корабли в Бердянске. Тогда многие гадали, что же стало причиной взрыва на корабле. Из версий было как диверсия, так и неосторожное обращение с оружием. Но как сейчас стало известно, по кораблям был нанесён удар тактической ракетой Точка-У, в результате чего два больших десантных корабля получили повреждения, и один был уничтожен. Воздух. Появились кадры передачи словакских истребителей МиГ-29 в Украине. Это не те самолёты, которые способны переломить ситуацию в небе. Они проигрывают более современным российским аналогам, таким как Су-35 и Су-30. Но тем не менее, это важное событие, и если с этих самолётов можно запускать западные ракеты и умные бомбы, это окажется очень полезным средством в грядущих боях. Восток. Приграничные обстрелы не прекращаются, но попыток атаковать там нет. Видимо, это делается с целью сковывания части украинских войск и невозможности их перепроски на восток. По линии Сватова криминаля идут бои, но за последний месяц продвижений у россиян тут практически не произошло. На правом берегу Северского Донца российские войска атакуют Белогоровку, Спорное и Верхнекаменское. Откуда появилось видео, как украинские защитники отразили российскую атаку на позиции возле посадки. Дальше продолжаются тяжёлые бои за Бахмут и его фланги. На севере россияне атакуют толь трассы на Славянск. Бои там идут в районе Минкивки и Орехово-Васильевки. В самом городе значительных продвижений не произошло. Лишь в нужной части россиянам удалось продвинуться к улице Мариупольской. Пути снабжения на часов ЯР остаются под контролем ЗСУ, но находятся под огневым контролем российской артиллерии. Украине удалось провести успешные контратаки против российских войск в двух точках в районе Бахмута, защищая важные и уязвимые пути снабжения города. Первая контратака была проведена южнее Ивановского вдоль канала, в результате чего удалось оттеснить наступающих россиян от окраины населённого пункта. Вторая контратака проходила по подъездной дороге Хромова-Часов-Яр. Украинские силы отодвинули россиян примерно на 500 метров. Несмотря на эту контратаку, подъездная дорога Хромова-Часов-Яр остаётся опасной для использования, поскольку она всё ещё находится под огнём с российских позиций. План России по захвату города Бахмут был нацелен на окружение и перерезание снабжения. Однако Украине удалось замедлить наступление на флангах и вынудить Россию вступить в уличные бои за город. Дальше российские войска пытаются окружить Авдеевку, где с севера после захвата Красногоровки и Весёлого атакуют Степовое, а с юга – Северное и Тоненькое. Бои в Марьинке и в районе Угледара продолжаются, а также обстрелы вдоль всей линии фронта. Вчера россияне нанесли ракетный удар по Константиновке с помощью зенитно-ракетных комплексов С-300 в режиме «Земля-Земля», поразив пунктной зламности, где убили пятерых мирных жителя. Также ударом подвергся Краматорск, но там обошлось без жертв. Спасибо за просмотр. Как всегда, напоминаю, вы можете поддержать видео и канал лайками, подпиской, колокольчиком, комментарием, а также можно это сделать финансово, став спонсором на Ютубе или Патреоне. Ссылки идут в описании.